Творческая команда телеканала Узрепорт ТВ продолжает отслеживать состояние дорог столицы. В специальных репортажах мы показывали трассу Фергона-Йоля, в каком она плачевном состоянии и задавали вопросы, смогут ли власти города изменить ситуацию. И не только на этой, но и других транспортных артериях. После критики было объявлено о капитальной реконструкции Фергона-Йоля, об изменениях в нашем очередном репортаже. Давайте мы покажем, в каком состоянии была трасса три месяца назад. А вот что говорили сами водители. Здравствуйте, вас устраивают эти дороги, по которым вы едете? Здравствуйте, если честно, они сейчас в данное время очень сильно огорчают. Я за эти три месяца, наверное, в два раза или в три раза в сервис ездил, ходовую часть сделал. У нас вот здесь много пробок случается, здесь много ДТП бывает. Многие машины на встречную полосу вынуждены выезжать за вот таких ям. Это не ямы, это как маленькие бассейны, подготовка к лету. Можно воду наполнить и там уже просто сидеть и отдыхать, как говорится. Вот заднее колесо провалилось в арыбь. Хочешь, не хочешь, попадешь в эту яму. Когда эти дороги отреставрируют? Уже четыре или пять лет как была подготовлена дорога к асфальтированию, но самого асфальта нет. Это центральная дорога. С области в столицу заезжают по ней и поток большой. Это же ведь столица. Тут дороги должны быть показательными. Никто не скажет, увидев эти дороги, что это столица. Август месяц. Первое, что бросается в глаза, это то, что теперь отсутствуют светофоры. Странное решение их убрать. Оно способствует дорожно-транспортным происшествиям. Образуются большие пробки. Реконструкция дороги начата. Везде, естественно, пыльно, шумно, но это объективное сопровождение любого крупного строительства. Генеральный подрядчик по возведению Гранд Ротташкинт утверждает, что после окончания всех работ дорога приобретет совсем иной вид. Как мы видим, вот прямо сейчас за мной готовится земля для того, чтобы покрыть его асфальтом. Реставрация тут идет полным ходом. И задействовано очень много спецтехники. Сейчас вот этот утрамбователь трамбует дорогу, чтобы положили сюда асфальт. И как мы сейчас можем заметить, я сейчас сам стою на асфальте, и этот асфальт еще не конечная стадия. То есть сверху у нее еще будет как минимум один слой, как утверждает тут рабочий. К сегодняшнему дню здесь задействовано 80 единиц спецтехники и 600 специалистов. Работа ведется почти круглосуточно. Толщина асфальтового покрытия теперь будет составлять 70 сантиметров. Говоря об освещении, то, по словам подрядчика, эта улица будет одной из самых ярких. Все мы знаем, что основной враг дорог — это вода. Поэтому здесь мы продумали сливы воды в европейском стиле. Теперь на обочинах вы не увидите открытые лотки. Они в закрытой форме. Что это даст? Во-первых, вероятность того, что зимой колесо провалится в арык, равна нулю. Во-вторых, новая дренажная система не позволит этой дороге быть затопленной. Кроме того, в расчет взята и пешеходная дорожка. Здесь впервые используется тактильное покрытие. Эта система текстурирована индикатором поверхности земли для помощи ориентации в пространстве пешеходам с нарушением зрения. Рядом расположилась и велосипедная дорожка, максимальная ширина которой составляет 2 метра. Я бы хотел отметить, что на этой дороге даже разметки будут другими. Мы учли тот факт, что во многих местах республики эти разметки быстро приходят в негодность. Поэтому здесь все линии будут из термопластика, который отражает свет, и проблем у водителей в ночное время, когда свет отсутствует, не будет. В наших обязательствах закончить строительство этой дороги до конца 2020 года, но мы планируем это сделать намного быстрее, до конца ноября. По завершению всех строительных работ подрядчик обещает, что пропускная способность дороги в час будет составлять 400 тысяч машин. Ну а мы надеемся, что все будет сделано в срок и под тем планом, который они нам показали. Горожане давно заслужили современное качество дорог. Продолжение следует...